привет альбион онлайн игра где pvp составляет основную часть контента и избежать его довольно трудно рано или поздно с этим сталкиваются все новички и когда дело доходит до драки то зачастую игроки теряются нажимают кнопки не в попад а адреналин то и дело бьет в голову отдавая висках как итог все это приводит к тому что вы проигрываете бой а ваше сердце чуть ли не выпрыгнет из груди от такого напряжения так бывает конечно не со всеми но процентов 90 с таким точно сталкиваются именно поэтому в ролике я попробую объяснить как и где учиться pvp смотрите до конца думаю будет полезно на старте игры вы прошли обучение сделали свои первые шаги в мире альбиона и уже чувствуете что готовы порвать всех и вся на это я вам могу сказать что не стоит торопиться сначала дам вам парочку советов что нужно знать для того чтобы научиться правильно вступать в бой а после расскажу о местах где вы сможете показать свою силу и мощь или просто попрактиковаться в pvp далеко не все оружие подходят для того чтобы убивать как же выбрать нужное и не прогадать на этот вопрос ответ нам даст официальный сайт альбиона ведь на нем игроки публикуют актуальные сборки оружия как на английском так и на русском языке осталось только выбрать то которое подходит нам больше всего для этого мы заходим на сайт в разделе сообщества нажимаем на вкладку генератор персонажа здесь можно выбрать подходящее нам оружие и снаряжение к нему достаточно через фильтр выбрать тот тип контента который мы ищем в нашем случае это pvp самое главное смотрите когда был создан билд ведь те которые были сделаны три года назад вряд ли уже будет актуальный на текущий момент ну а для себя я выберу билд на котором давно играю через боевой лук кстати когда будете на сайте не забудьте проголосовать за этот билд вам не сложно а мне приятно продолжаем это один из самых главных советов в доске достижений вы могли заметить большие ответвления в разные стороны нам нужна только левая сторона в ней мы будем следить за прокачкой нашего оружия а именно за ношением в котором чем выше уровень тем лучше снаряжение будем носить и мастерством которое направлено на наш основной вид оружия чем выше уровень ношения и мастерства снаряжения которое на нас одета тем сильнее эффективнее получится нападать и защищаться так что для начала советую прокачать на сотый уровень ношения а после уже идти в pvp изучить свое оружие снаряжение это только пол дела важно знать что может сделать противник чтобы вы смогли прожать умение вовремя для этого можно открыть доску достижения и начать изучать все ветки снаряжения но скорее всего у вас не получится все запомнить так как не все оружие играют и чаще всего вам будут попадаться противники в одинаковых вещах гораздо быстрее вы сможете выучить умение в самом бою а точнее после боя ведь первый раз возможно вы проиграете но зато вы уже будете знать чего ожидать от противника этот совет короткий но он стоит того чтобы сказать о нем отдельно а именно советую всегда при встрече с противниками осматривать их снаряжение по умолчанию это клавиша y пользоваться этой функции просто необходимо иначе вы можете удивиться когда противник неожиданно с парой умений восстановит себе все свое здоровье за действиями противника нужно внимательно следить но не стоит забывать об окружении ведь объекты вокруг вас могут помочь за какими то можно укрыться а какие то могут наоборот навредить старайтесь не упускать такие моменты иногда они тоже очень важны таким образом получилось пять отличных советов которых придерживаюсь и я тоже они помогут вам правильно вступить в бой и меньше проигрывать а теперь самое время поговорить о местах где вы сможете на практике применить свои навыки пвп так как это видео для новичков то говорить я буду исключительно о безопасных способах ибо серебра начинающих игроков не так уж и много один из самых простых способов где вы можете начать изучать пвп это конечно же открытый мир в нем все максимально несправедливо так как на вас могут напасть хоть в 10 человек единственное место в открытом мире где вы сможете безопасно попробовать подраться это желтые локации пятого тира в них можно включить пк режим и попробовать на кого-то напасть а можно самому идти искать тех кто уже с включенным боевым режимом бегает по локации честного пвп можете даже не пытаться здесь искать его тут попросту нет так как может попасться противник на порядок сильнее вас и с этим ничего не поделать из плюсов могу отметить что можно попробовать себя в роли выживающего например попытаться убежать целым и невредимым от пачки игроков и развить ориентирование в открытом мире например знать когда можно пытаться сесть на питомца из минусов выделю то что при падении в нокдаун долго вставать целых три минуты а также придется чинить вещи после падения чем больше раз упадешь тем выше стоимость починки простой но не очень эффективный способ попробовать себя в боях бросать вызов другим игрокам в городе такой вид пвп скорее больше подходит для тестирования умений но точно не для полноценного боя так как радиус дуэли маленький и не каждый класс не может себя раскрыть в полном объеме из плюсов это легкодоступность и максимальная безопасность главное всегда смотрите кто вам кидает дуэль ведь иногда вы можете не заметить и принять вызов за серебро еще один простой вариант где можно показать или научиться навыкам боя находится данный раздел во вкладке активности достаточно только выбрать класс за который вы играете а именно воин или целитель арена 5 на 5 отлично подходит для обучения игроков маленьким сражением захват точек удержание позиции и взаимодействие с другими игроками конечно залог победы зависит от хорошей координации всех союзников но зачастую на такой арене не всегда получается найти взаимосвязь с тиммейтами к плюсам можно отнести простоту доступа на арену всего-то пару кликов мышки а также награды которые вы получите если вы играете для новичков они будут как нельзя кстати ведь дают пару мешочков серебром по 10 тысяч пару книг опыта и три знака арены которые можно неплохо продать помимо всего жирным плюсом будет игра в отряде с другими игроками из минусов для себя в данном способе я бы выделил отсутствие развития навыков одиночной игры но скорее это даже не минус ведь арена изначально создавалась для того чтобы игроки могли попробовать себя в маленьких сражениях хеллгейты или адские врата это подземелье где вам придется сражаться два на два в них можно зайти и одному но зачастую против вас будет два игрока и лишь в редких случаях может попасться тоже один игрок или вообще никого тогда вам просто нужно будет убить трех боссов и забрать сундук в центре данжа именно в безопасный хеллгейт можно попасть только в синих локациях ведь после поражения вас просто выкинет на поверхность и вы как ни в чем не бывало можете зайти снова попробовать свои силы только не забывайте что ваши вещи от поражения будут портиться и терять свою силу поэтому советую ее свое время начинить или менять мощность игроков в этих подземельях уравнивается так что не волнуйтесь у вас будут шансы побороться за ценную награду самым простым вариантом для вас будет это найти себе напарника в чате или в открытом мире а может быть вы сами захотите зайти и попытать удачу против двух игроков в любом случае это хороший опыт pvp который точно вам пригодится в будущем плюсами хеллгейтов будет ценная награда и прокачка персонажа за счет убийства мобов к минусам все же мне придется отнести то что для полноценной битвы в подземелье вам придется искать напарника а также починка вещей после проигрыша в целом больше минусов нет и ходить в подземелье можно и нужно они весьма полезны вот мы и дошли до одного из самых эффективных и прибыльных разновидностей pvp проклятые данжи они выглядят как соло данжи расколотый камень только с красным свечением не перепутайте всего есть три уровня вхождения в данж охотник следопыт и убийца нам нужен только охотник там безопасно и после того как мы проиграем на этом уровне сложности бой то не умрем как если бы это было на других уровнях найти это подземелье можно во всех землях но чтобы зайти на безопасный уровень охотника нам нужны желтые и синие локации ведь только в них возможно зайти на эту сложность правда порог входа равен 800 мощности предметов так что советую либо прокачаться либо заработать серебра на более сильное снаряжение огромным плюсом этих данжей является то что вы будете драться один на один с равным по мощности противникам оттачивая навыки одиночного pvp а также правильность нажатия кнопок и всех советов которые вы слышали до этого помимо всего прочего при победе вы получите весьма ценную награду как для новичка что даст вам толчок и мотивацию для того чтобы вы чаще ходили и пробовали себя в проклятых подземельях серьезных минусов я не вижу так как именно на уровне охотник вы намного больше получите если вы играете и ничего не потеряете если проиграете таким образом мы имеем как минимум пять мест где можно попробовать себя в pvp конечно есть еще куча микро моментов на которые тоже можно обратить внимание но я постарался выделить именно самые полезные места и советы рано или поздно вы привыкнете к такому рода контента и тогда уже стоит повышать планку пробуя себя в более опасных сражениях а на этом я с вами прощаюсь обязательно пишите комментарий помог ли ролик в ваших начинаниях ставьте лайк и подписывайтесь на канал до следующих видео пока